Микс Ньюс. Здравствуйте, 12.15. Мы начинаем программу «Разворот». Сегодня я веду передачу. Я, Леона Борисова, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня глава отдела регулирования гарантийных фондов комиссии рынка финансового капитала Елена Лебедева. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы говорим о том, что происходит в банковской сфере в Латвии в контексте заявления, сообщения о прекращении работы банка ПНБ. Ну, может быть, для начала нашим слушателям понятное дело, что ФКТК – это финансовый регулятор. Но, может быть, тезисно поясните, что за учреждение и чем оно занимается, и более развернуто, что входит в ваши обязанности как главы отдела регулирования. ФКТК – главная задача этой организации – это осуществлять надзор за деятельностью за финансовыми учреждениями. Если раньше это был только надзор за действием финансовых учреждений, как эти институции выполняют регулирующие требования, как они ведут свою деятельность, то какое-то время назад уже создана новая еще институция в Европе, то есть общая такая единая система надзора и урегулирования банков. И вот ключевое слово – урегулирование банков, когда была создана система, которая обеспечивает урегулирование банков системно значимых для каждой финансовой системы. И тогда у нас образовалась новая структура, это наш отдел, который называется отдел урегулирования и управления гарантийными фондами. И наши две главные функции – это урегулирование банков, если это необходимо, и вторая функция – это управление гарантийными фондами. Вы сказали о том, что именно занимаетесь системно значимыми банками, учреждениями. Под это определение входят все финансовые учреждения или нет? Все финансовые учреждения подлежат оценке. И система такая, если банк считается системно значимым, то есть его проблемы, остановка деятельности этого банка могут повести за собой существенные проблемы в финансовой системе страны, или же этот банк выполняет какие-то критические функции, которые нельзя достаточно быстро заменить другими банками, то тогда такой банк подлежит урегулированию, то есть этот банк спасают. Если банк является маленьким, у него нет никаких таких функций, которые могли бы негативно повлиять на финансовую систему, если этот банк закрывается, то такой банк подлежит ликвидации в случае проблем с этим банком. Вы сказали о том, что если банк действительно значимый весом, то банк спасают. Спасают – это значит что? Спасают – это значит не дают закрыться банку и оставляют его в рабочем состоянии, или, не знаю, приватизируют, передают, перекупают. Что значит спасают? Потому что если мы посмотрим на историю даже закрытия значимых банков, но спасены они не были. Ни один значимый банк в Латвии не был закрыт. Что это означает? Существует ряд механизмов. Их не осталось в том виде, в котором они существовали. Поэтому что вы имеете в виду под спасением? Спасение банка означает, что банк, если он действительно настолько важен в финансовой системе, что он должен продолжать работать, значит этот банк будет спасаться в полном виде, как он есть. Для этого существует несколько инструментов в Европе, и у нас тоже это законом укреплено. Допустим, могут быть найдены стратегические инвесторы. Банк может быть продан какому-то стратегическому, сильному, крепкому финансовому инвестору. Или банк может быть присоединен к какому-то другому банку. То есть банк в целом, как институция, сохраняется в каком-то, может быть, другом виде. Но, в принципе, все функции, которые банк выполнял, в основном они продолжают где-то существовать. Ну, допустим, если мы говорим про парекс, реструктуризация, там в Цитаделла, это вот сохранение в вашем виде банка? Да, это создание нового временного банка с отделением плохих активов от хороших. В принципе, это сохранение банка только, ну, вот именно этот процесс, сохранение банка с его хорошими активами и дальнейшая его продажа. Раньше не было такой регуляции в Европе, когда случилось с парексом. Это было на уровне местного законодательства, на местном уровне. Теперь это европейские регуляции, это директивы и регулы, которые создают вот эти рамки, когда банк должен сохраняться или когда он должен идти на ликвидацию. И философия такая, что, в принципе, любой банк, если есть проблема, он должен быть, он подлежит ликвидации, не должны деньги налогоплательщиков, бюджет задействоваться в спасении банка. Но если банк является, как я говорю, большим и важным для финансовой системы или выполняет какую-то критическую функцию, этот банк будет спасаться. И для этого созданы механизмы, которые позволяют этот банк спасти без задействования денег налогоплательщиков, бюджетов стран. 672-12-939, 672-13-939. Я напоминаю, телефонный прямого эфира. Также можете задавать свои вопросы нам по WhatsApp-у 206191. Напомню, у нас сегодня в гостях представитель комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева. Но вот мы постепенно уже так обозначили, что для нас является важным «нет», что значит «сохранение банков нет». Вот в связи с этим, какое место в Латвии и что для Латвии значил банк ПНБ? Да, потому что мы только что разделили на, там, не знаю, банки, которые выполняют какие-то критические функции, да, влияют на национальную экономику. И, я так понимаю, маленькие незначимые банки. Вот на этой оси, да, обозначите ПНБ. ПНБ банк был небольшим, он занимал шестое место в нашей системе с активами примерно 3%. То есть этот банк не выполнял никаких критических функций, и он не является значимым для финансовой системы. То есть его закрытие не ведет никаким негативным существенным последствиям в финансовой системе, ради чего надо было бы спасать этот банк. Ну, вы рассуждаете о финансовой системе, не рассматривая, допустим, общий бюджет или те издержки, которые могут понести люди отдельные, частные люди, предприятия, которые имеют там счета, или те сотрудники, там, около 500 человек, которые останутся без работы. Это не учитывается все, да, когда мы говорим о значимости банка? Нет, учитывается в целом, в целом, в финансовой системе. Наденьте, пожалуйста, наушники, давайте примем первый звонок. Я напомню, Елена Лейбзева, глава отдела регулирования гарантийных фондов Комиссии рынка финансового капитала. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, много вопросов вам задавать. Давайте начнем с такого, что почему тогда дают штраф Deutsche Bank, а АБЛВ Bank просто как бы закрывает активами 4 миллиарда? Второй вопрос, почему АБЛВ Bank нельзя было спасти, если он сам мог себя, как бы предоставил активов на те же самые 4 миллиарда, чтобы остаться на плаву, а его как бы закрывает? Вот эти вот хотя бы два вопроса ответите, пожалуйста. Спасибо. Может быть, тогда нужно сказать так, что штраф – это один из видов санкций, и он, ну, скажем так, в цепочке всех санкций, где-то в самом начале. И надзор работает так, что если у банка есть какие-то проблемы, надзор начинает с самых таких более, скажем, наверное, лояльных санкций. Там может быть предупреждение вынесено банку, штраф – это уже финансовый штраф. И дальше-дальше идет целая цепочка возможностей, очень много инструментов, которые можно применять в разрезе санкций к банку, если банк не выполняет какие-то требования. Закрытие банка – это самое последнее уже решение, самая последняя санкция, которая применяется к банку, если в течение какого-то определенного периода банк не смог ликвидировать нарушения, которые надзор требовал ликвидировать, применяя какие-то другие более мягкие санкции, скажем так, либо требования какие-то. И в данном случае получается так, что, да, какому-то банку применяется штраф, а какой-то банк закрывается, если там действуют вкупе какие-то другие еще показатели, допустим, проблемы с выплатой средств вкладчикам этого банка, то есть могут быть какие-то проблемы, как было с АБЛВ банком, когда его отключили от всех платежных систем, он просто не смог больше выполнять свои обязательства перед клиентами, не в силу того, что у него не было денег, а в силу того, что он технически не мог выполнять финансовые операции. Это разные вещи, и в разных ситуациях применяются разные мероприятия, разные санкции. Ну, вот если рассмотрим сейчас случай с ПНБ, действительно, он немножко отличен по существу от ситуации с банком АБЛВ. Две недели назад была прекращена работа банкового избежания оттока финансовых средств по заявлению комиссии рынка финансов и капитала. Скажите, пожалуйста, и вот на основании этого вы обратились в суд о неплатежеспособности банка. Вот это решение, это решение национальное или это решение рекомендации Европейского центробанка? Ну, тогда мне, наверное, нужно ответить, опять-таки, немножко пояснить эту ситуацию. Она действительно сложная, может быть, для человека, который не работает в финансовой сфере, ему сложно понять, как же вся эта цепочка действий и решений работает сегодня. На сегодня есть две институции европейские. Это Европейский центральный банк и Объединенное управление по урегулированию банков. Это две большие институции, которые как бы на европейском уровне регулируют и осуществляют две функции – надзор и урегулирование банков. Если банк является большой, есть определенные критерии, по которым банки делятся, которые попадают под прямой надзор Европейского центрального банка и под прямое урегулирование этого правления европейского. Либо эти банки, которые остаются под надзором и урегулированием на национальном уровне. В данном случае ПНБ, банк, он в начале этого года был передан под прямой надзор Европейского центрального банка. Соответственно, и под прямое урегулирование единого правления. Почему он был передан? Там была причина больше не от величины и значимости этого банка, а потому что это известно, что этого банка был судебной тяжбой с латвийским правительством. И по тем решениям, которые уже принимались, местному надзору было невозможно или очень трудно осуществлять адекватный, соответствующий закону, надзор. Поэтому, чтобы убрать этот конфликт интересов, этот банк был передан... Латвийская сторона предложила Европейскому центральному банку перенять этот банк, чтобы продолжать эффективный, полноценный надзор за этим банком. И Европейский центральный банк, оценив ситуацию, принял такое решение и в этом году переняли под свой прямой надзор. Поэтому все решения в отношении этого банка о финансовых проблемах этого банка и о том, нужно ли этот банк сохранять или не нужно, принимали две институции, которые напрямую ответственны за эти решения. Это Европейский центральный банк и Объединенное правление по урегулированию. После того, как приняты эти два решения и Объединенное правление по урегулированию принимает решение, что банк не подлежит спасению, решение передается на национальному надзору и национальному институции. Вы являетесь просто исполнителями этого решения. И мы должны действовать дальше в тех рамках, чтобы это не противоречило этим двум решениям. И по нашему законодательству есть два выхода. Либо банк сохраняется, либо банк идет на ликвидацию. В данном случае у нас другого выхода не было, потому что уже принято решение, что банк не подлежит сохранению. Значит, банк идет на ликвидацию. Скажите, поскольку прошлый владелец банка Григорий Гусельников в конце июня продал этот банк инвесторам из Европы, США и одному известному бизнесмену также из Ближнего Востока. И согласно законодательству о кредитных учреждениях, утвердить этих новых акционеров и саму сделку как раз должны были вы, комиссия рынка финансов и капитала. Или поскольку это было передано уже в начале года Европейскому центральному банку, то этим вы не занимались? Именно так. В отношении подтверждения существенного влияния в банке, а согласования существенных акционеров, эта функция полностью передана Европейскому центральному банку. Мы принимаем документы, мы участвуем в этом процессе, но та институция, которая принимает решение, это есть Европейский центральный банк. А не были утверждены новые акционеры или нет? Процесс до конца не закончен на сегодня. А как тогда может идти речь о неплатежеспособности банка, если еще новые акционеры не были утверждены, и у них даже не было возможности, допустим, спасти этот банк? Ну, то есть ознакомиться с ситуацией и сделать все для того, чтобы активы банка были больше, чем обязательства учреждения. Возможность такая акционерам была дана, потому что акционеры уже вошли в банк, они купили эти акции. Может быть, это не совсем в соответствии с законодательством и с теми требованиями. А вот опять, как они могут купить эти акции, если они еще не утверждены в качестве акционеров? Юридически они, фактически, они могут купить акции, это нигде не запрещено. Это чисто переход имущества от одного лица к другому. Но при переходе этих акций есть в законодательстве условия, что до перехода этих акций, вхождения в банк такого большого акционера, выше 10%, если у него доля, должно быть согласование с надзором, в данном случае с Европейским центральным банком. В данном случае акционеры вошли с такой достаточно сложной схемой, где каждому из них нет больше 10% его вклад в этот банк, но в целом они вошли как группа, что означает, что если их всех вместе сложить, у них будет выше 10% всех вместе. И тогда они должны пройти согласование. Пока это согласование не пройдено, в принципе, эти акционеры, у них есть проблема с голосованием. То есть, если акционер, который купил акции, но он не получил согласование с надзором, он не имеет права голосовать на акционерном собрании. Но имущество у него есть, он является акционером этого банка, и действовать как акционер ему никто не запрещает. И в данном случае информация о проблемах банка, о необходимом капитале у этих акционеров, новых я имею в виду, акционеров была, и от них Европейский центральный банк просил конкретные мероприятия, которые бы могли быть, эти мероприятия должны быть реальными. То есть, вот им буквально месяц на это давался, чтобы они что-то сделали, чтобы оставить банку живых. В принципе, да, где-то месяц с ними шел разговор, и просилась от них представить неоспоримые документы и доказательства, что они это могут сделать. Насколько мы знаем, так, как просил этот центральный банк, не было сделано. Да, нам сейчас необходимо прерваться на новости рекламы, после чего мы продолжим. Напомню, у нас сегодня в гостях глава отдела регулирования гарантийных фондов комиссии рынка и финансового капитала Елена Лебедева. Мы продолжаем разворот. Глава отдела регулирования гарантийных фондов комиссии рынка и финансового капитала Елена Лебедева. Мы сейчас обсуждаем ситуацию с банком ПНБ, деятельность которого была остановлена как раз в процессе оценки новых акционеров. И, согласно заключению, активы банка сейчас меньше, чем его долги. Давайте мы примем еще один-два звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Будьте любезны, госпожа Лебедева, скажите нам, людям, так сказать, темным, у которых зависит жизнь от 200 наших латвийских банков. Вот сейчас мы услышали от вас очень важную информацию и так поняли, что одна какая-то часть банков, ну какие-то часть банков Латвии, они предопределены руководством Центрального Европейского банка, а другая часть банков, какие-то банки, национальному руководству регулирования деятельности банка, вот этот банк попал под конец или в начале под руководство Центрального, регулированного Центрального Европейского банка. И в таких случаях, какова функция вашей конторы, вашей системы, если вот, например, я предположу, как человек, так сказать, не следующий, если под регулированием находится какой-то банк под национальным контролем, то есть в нашей кухне латвической, значит, что хочу, то и врачу, и если он так вот и делает, а потом кто-то что-то его захочет слить, тогда берет на себя центральный банк и дает указания. В общем, вот такая вот нерадостная картина. Прокомментируйте, пожалуйста, спасибо. Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. И нет, нету никакого хаоса, потому что надзор за банками производится с учетом и на основе одного европейского документа, есть такие директивы и регулы. И любой банк, который надзирается либо на национальном уровне, либо под европейским центральным банком, к нему применяются те же самые механизмы, те же самые принципы, как к любому из этих банков, ничем не отличается. Отличие только в одном. Если банк небольшой и подлежит надзору на национальном уровне, тогда Европейский центральный банк как бы надзирает, ведет контроль над тем, как на национальном уровне этот банк надзирается. То есть он как бы такой общий осмотр сверху просматривает и получает много информации и регулирует, чтобы по всей еврозоне надзор был на одинаковом уровне, выполняя одинаковые принципы. То есть главный принцип – это чтобы везде было одинаково, не было ни послаблений нигде, ни в какой стране. Ну вот слушайте, наверное, имело в виду то, что где смотрят тщательные, проверяют тщательные, там действительно исполняется по рекомендациям ЕС, а где не смотрят, там мы можем делать все. Нет, такого нет, потому что национальный надзор выполняет свою функцию с полной коммуникацией в сотрудничестве с Европейским центральным банком, который смотрит и контролирует, как этот надзор на местах проходит. Если же банк большой, тогда прямой надзор ведет Европейский центральный банк, а национальные надзорные органы, они участвуют в этом надзоре, они уже становятся как исполнители тех решений, которые принимает главный надзор – это Европейский центральный банк. И опять-таки все те же самые принципы выдерживаются, только решение принимает уже не национальном уровне принимается, а на уровне Европейского центрального банка. А в целом система работает одинаково, как для одного, так и для другого банка, на каком бы он уровне не находился. Госпожа Лебедева, по поводу гарантированных возмещений, почему эта сумма не превышает у нас 100 тысяч евро, и каждый ли клиент банка, который имеет сберегательный, накопительный счет, он знает, что в случае закрытия он имеет право на эти только 100 тысяч евро, если у него больше? Да, 100 тысяч евро – это сумма, которая установлена европейскими директивами, это максимальная сумма, которую гарантируют вкладчикам, и любой вкладчик банка имеет право на получение 100 тысяч, если с банком что-то происходит. Есть отдельные ограничения, есть отдельные исключения, это под гарантированные вклады не попадают финансовые институции, не попадают самоуправления, которых бюджет выше 500 тысяч, не попадают… Не попадают самоуправления. Не попадают, например, у кого… клиенты, которые не были идентифицированы нужным образом, там очень-очень есть такие специфические изменения. А почему не попадают самоуправления? Вот рассмотрим ситуацию с Даугавпилсом, которых на счету в банке ПНБ было более миллиона, миллиона евро. Они уже написали письмо, обратились в правительство, просят эту сумму им предоставить, а потом в случае, если продолжение работы банка или закрытие, чтобы правительство само с этим разбиралось и эту сумму получило. То есть вы говорите о том, что это… они даже не имеют права на 100 тысяч евро, я сейчас хочу понять. Нет, они полностью… Они полностью… то есть Даугавпилс потеряет свой миллион… Самоуправление. Ну, самоуправление, да, самоуправление потеряет этот миллион бюджетных средств. Я… может быть другая сумма… Если разобраться, да-да-да. Да, те средства, которые держало самоуправление, оно не подлежит гарантированию, поэтому вся эта сумма не потеряет, а самоуправление будет кредитор в банке. И от того, сколько самоуправление получит или потеряет, зависит от результата ликвидации банка, если в процессе не платят способности. То есть какие-то… что-то им будет. Ну, как кредиторы, как любой кредитор банка. А по поводу, опять же-таки, гарантированных возмещений, если ПНБ-банк сейчас будет выплачивать банк Титаделла, вот почему именно он, опять, почему именно, как в случае с банком БЛВ, вот это вот возмещение правой руки, ну, можно говорить, как есть, за получение клиентов банка ПНБ, да, опять предоставляется банку Титаделла? Тоже существует определенная система, как мы выбираем банк, который будет выплачивать гарантированное возмещение. И система это подразумевает, что достаточно давно уже все наши банки были опрошены, банки опрашивались, хотят ли они участвовать в таком мероприятии, то есть выполнять роль агента. На данный момент у нас были заключены пять договоров с пятью банками, которые выразили такое желание участвовать в гарантированных выплатах, если такой случай наступает. Основное требование к банкам, чтобы заключить такой генеральный договор, как его можно назвать, о готовности участвовать в этих банках в выплатах, это если банк может доказать, что у его системы, его информационные системы способны обработать информацию, которую нужно обработать, чтобы выплачивать гарантированные суммы. Пять банков есть, которые… Очень много аспектов, которые нужно решать. Не каждый банк может эту функцию выполнять. Но вы сказали, что выразили желание такое пять банков. Да, таких договоров у нас есть пять. По разработанной системе, в тот момент, когда возникает проблема с каким-то конкретным банком, этот конкретный проблемный банк рассматривается, и мы смотрим, какие особенности есть у этого банка. Допустим, сколько там клиентов, какого характера эти клиенты, какие там суммы. И тогда, в зависимости от того, какие требования к данному конкретному банку можно предъявить, как выплатить более правильно и более эффективно гарантированные суммы, беря во внимание специфику этого проблемного банка, опять-таки предлагается банкам, с которыми заключены генеральные договора, предлагается им уже более конкретная схема и спрашивается, кто может такую схему осуществить. И в данном случае именно Цитаделла банк представил нам свое решение вот этой проблемы выплаты, как они могут это осуществлять. И это решение является более эффективным, более надежным, чтобы провести эту функцию. Поэтому этот банк и был выбран. Ну, по поводу возмещения, вы сказали обработки информации, наиболее отлаженная система, но пенсионеры сейчас жалуются на работу ФКТК по как раз-таки выплате гарантий. Вы видели, может быть, читали новости наверняка, что очереди образовывались у филиалов банка ПНБ. И действительно, почему в 21 веке нельзя просто перенять управление счетом и карточками другим банкам и переслать по почте ту же карточку, другую карточку клиенту. Мне кажется, это не проблема, это как поменять телефонный оператор. Вы звоните, оставляете там свой номер, вам присылают карточку, вам не надо стоять длинные очереди, выстраиваются, тем более вся система налажена электронно. Почему у нас вот снова так, что мы несколько дней стоим, наблюдаем очереди, что люди занимают еще за два часа до открытия филиала? Ну, учитывая объем или количество клиентов в этом банке, это 60 тысяч, из которых чуть меньше 40 тысяч, это люди, физические лица, которые, может быть, не все пользуются интернет-банком, картами, а больше используют физический приход в банк и выбирают свои пенсии или какие-то другие поступления. Была принята такая система, и здесь мы брали во внимание не только выплаты гарантированных вкладов, а еще и тот факт, что это люди, которым нужно переоформить получение дальнейших пособий из агентства социального страхования. Перенести просто счета с одного банка в другой невозможно, потому что клиенты должны быть идентифицированы. Все равно, даже если технически можно перенести счета и оформить на каждого человека этот счет, этому клиенту все равно нужно прийти в банк и быть идентифицированным, заполнить определенные документы. Такое правило, такие требования закона. Поэтому в данном случае избежать очередей просто невозможно, и мы думали о том, как уменьшить эти очереди. Поэтому было задействовано не только филиалы агента банка, Цитаделла банка, как было в других, например, случаях, но также и большую, и не менее важную роль играет и сам ПНБ банк со своими филиалами. Поэтому здесь была расширена сеть филиалов для того, чтобы можно было как можно быстрее обслужить всех клиентов. И если мы посмотрим на статистику, то за неделю, как начались выплаты, выплачено уже почти 40%, 39,4 или 5%, почти 40% уже гарантированных сумм выплачено. И плюс столько же обслужено уже, даже больше половины уже обслужены клиенты, которым нужно переоформить поступление дальнейших пенсий. Я согласна, что, может быть, можно, как и всегда, и как и в любом процессе, можно что-то сделать лучше, но это у нас первый такой опыт. И мы действительно очень долго думали вместе с агентством социального страхования, вместе с банком-агентом, как можно более эффективно создать вот этот механизм выплаты гарантированных вкладов и переоформления пособий в данном случае. А денег для выплаты в фонде всем клиентам хватит? Да, всем хватит. И могу еще раз повторить, что 98,2% от всех вкладчиков получат полностью все свои суммы, которые он... Вы, для этого, никакой кредитной линии не открываете? Кредитные линии у нас открыты давно и не для этого случая. Это, опять-таки, создана общая система в Европе, как гарантийные фонды обеспечивают себя альтернативными источниками, чтобы не брать бюджетные средства. Но вы используете эти средства? Нет, сейчас нет. И не будете к ним прибегать? Ну, мы... Я не могу сейчас сказать точно, но надеемся, что нет, потому что, в принципе, в фонде достаточно много денег, и мы потом являемся первым кредитором в банке, когда начнет работать администратор. То есть мы получаем и назад возвращен от выработки активов банка. То есть, по нашему мнению, мы не должны дойти до использования кредитных линий. Кредитная линия – это как страховая подушка для нас. Если что-то случается, то у нас всегда есть альтернатива. Но по ней все равно потом надо платить проценты выплачивать. Естественно, за все деньги, которые ты занимаешь, нужно платить проценты. А это уже ответственность или возлагается на плечи налогоплательщиков? Никоим образом. Это все деятельность фонда. Наденьте, пожалуйста, еще наушники, да, примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я звонил еще раз. Как я понимаю, почему не смог АБЛВ банк выплачивать деньги, как вы говорите, у них забрал европейский надзирательный орган лицензию. Но вы, как ФКТК, местный наш орган, не поборолись за него. Правильно я понимаю или нет? И второй вопрос, как бы у него был просто закрыт корсчет, да, у АБЛВ банка, и без этого он не мог делать? Да, спасибо большое. В финцен, в американской службе по разведке. И насчет того, боролись, не боролись, это тоже вопрос такой. Надзор работает, и никто не видит, как работает надзор. И что такое боролись? А является приоритетом вообще интересов учреждения для того, чтобы действительно сохранить и обеспечить работу банков, существующих открытых банков в Латвии или нет? Не является целью ни одного надзора закрывать банки. Цель надзора обеспечить, чтобы банки работали в соответствии с законодательством, выполняли все требования. И надзор в любой стране, не только можем про себя сказать, но и в любой другой стране, всегда будет сначала делать все необходимые действия, проводить, чтобы оздоровить банки, и чтобы банк продолжал работать, собственными силами оздоровился. Если же это невозможно, то тогда принимаются уже такие сложные решения, как закрытие банка. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Я ради конкурса звонился, правильно? Да, да. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Да, вопрос такой. Ну, первое, поисколько с банка только что ваш специалист по назору отвечала, но она, мне кажется, ответила неполная. Вопрос такой, если не должна бороться за сохранение банка не комиссия, то есть ли кто-то в государстве, кто борется, да? Второй вопрос в этой же связи. Считал ли кто-то потери от закрытых банков, БЛБ и ПНБ банк? Потери, связанные с тем, что Латвия лишается налогов от прибыли банка, налогов от сотрудников, которые работают, с того, что выплачивается пособие по беззаработице, с того, что часть сотрудников уезжает из страны, считал ли кто-то все эти потери, да? И не выгоднее было бы, может быть, поддержать банк в этой связи, да? Я не видел нигде эти цифры, думаю, что этих цифр нет, и никто об этом не думал. Значит, первый вопрос, кто должен бороться? И должны ли, да? И должны ли. Первый, кто должен бороться за то, чтобы банк работал, и у него не отзывалась лицензия, это акционеры банка и руководство банка. И в данном случае я уже говорила, что когда в каком-то банке возникает проблема, никогда вот так вдруг сразу же никто не отзывает лицензию. Всегда с этим банком работается, и надзор всегда говорит и четко выражает свои требования, и предоставляет какое-то время для того, чтобы акционеры банка или руководство могли бы исправить ситуацию. Акционеры банка ответственны за количество капитала, объем капитала, который необходим в этом банке. Руководство банка ответственно за создание внутренних систем, которые обеспечивали бы работу банка в соответствии с законодательством. Если руководство банка не может обеспечить и создать систему, которые бы, например, соответствовали всем требованиям по противодействию отмывания незаконным образом нажитых средств, то тогда с этим банком продолжает работать дальше. Начинаются штрафы, начинаются какие-то ограничения деятельности, и последнее решение – это отзыв лицензии. Если акционеры банка, которые информированы, которые знают, что в банке есть проблемы с капиталом, и капитал банка не соответствует деятельности банка и тем рискам, которые на себя банк взял в результате своей деятельности, то с этими акционерами работается, им дается возможность пополнить капитал, или же изменить бизнес-стратегию, каким-то образом реструктурировать активы. Ну, масса возможностей есть у акционеров, чтобы ликвидировать эту проблему. Если это не делается, последнее решение – это отзыв лицензии или закрытие банка, или неплатежеспособность. Вот вы говорите о такой сотрудничестве органов надзора и банковских учреждений, о какой-то такой лояльности, даже первых санкций, которые носят такой предупредительный характер. Например, сами новые инвесторы банка ПНВ отмечают, что, допустим, часть документов по делу о заявлении неплатежеспособности комиссии рынка и финансового капитала они получили только вчера в суде, и поэтому было принято решение сделать перерыв в этом процессе судопроизводства для того, чтобы отвечающая сторона, в данном случае эти новые инвесторы, смогли подготовить аргументы по предъявленным вами делу о заявлении неплатежеспособности. Почему тогда так? Почему только в суде, и почему они до этого не видели этих бумаг? Смотря, про какие бумаги идет речь, я понимаю, в данном случае это оценка администратора, который будет назначен, это его оценка состояния банка, и я понимаю, что этот процесс идет в соответствии с нормальным процессом, как идет судопроизводство, и банку было необходимо какое-то время ознакомиться с этими документами. Информацию о самом банке и его состоянии акционеры знали давно, с самого начала, как они вошли в этот банк. Здесь, смотря о чем идет речь, о каком документе. Вопрос от слушательницы. Татьяна спрашивает. Здравствуйте, не видите ли вы прямой связи между гиперактивностью ФКТК и печальным положением в банковской сфере Латвии? Я имею в виду полнейшее недоверие к банкам в нашем обществе. Можете ли вы вообще в целом действительно прокомментировать банковскую сферу, что у нас сейчас происходит? Потому что мы видим с периодичностью в раз в несколько лет, что у нас закрывается банки, людям мало рассказывается и вообще мало понимается, что происходит, потому что до этого был абсолютный штиль, и вот как гром обычно это происходит именно таким образом. Поэтому спрашивают у вас об активности работы в ФКТК и закрытии банков, и в целом печальная ситуация. Ну, наверное, надо сказать так, что мир меняется, и в данный момент мы живем в эпоху перемен. То есть на данный момент меняются требования к банкам. Я имею в виду сейчас больше про требования по предотвращению отмывания незаконным путем полученных средств. Усиливаются требования не только в нашей стране, а в целом в мире, и поэтому, соответственно, это как бы влияет и на деятельность банков. И поэтому, да, учитывая все эти перемены, которые уже с 2015 года идут, все требования мировые, европейские требования к тому, как должны работать в этой сфере банки, и ФКТК реагировало на эти изменения. И да, мы сейчас работали с банками, банкам было предложено пересмотреть свои стратегии, потому что, как все знают, у нас очень много банков, до этого у которых стратегия была работа с иностранными клиентами. В данный момент эти клиенты несут достаточно большие риски, и для этих клиентов нужны очень большие системы контроля, которые, может быть, не всегда даже оправдываются, потому что риски достаточно большие. Вот коротко, да, последний вопрос от слушательницы пишет, что не держат накопление в банке, являются активной работающей экономической единицей, но о простых людях никто не думает, и доверие к банкам ноль. Что делать действительно людям? Ну, я хочу не согласиться, о простых людях как раз-таки подумано, потому что существует гарантированное возмещение 100 тысяч. Если мы говорим о простых людях, то я думаю, что вклады до 100 тысяч – это достаточно большие суммы. Это вот как раз если мы и говорим о простых людях, то эти люди не теряют ничего. Есть гарантированное возмещение, и как мы видим в данном случае тоже, все люди, кто до 100 тысяч имел, они все получают свои деньги. Если мы говорим об экономически активных субъектах, это юридических лицах, у которых большие обороты, то тогда эти субъекты должны уметь ориентироваться на финансовом рынке, должны уметь анализировать деятельность банков. Для этого есть много доступной и открытой информации, и принимать свои решения о том, где будут работать с какими банками. При этом всегда есть принцип диверсификации. Спасибо большое. Нам на сегодня пора заканчивать. У нас в гостях была глава отдела регулирования гарантийных фондов комиссии рынка и финансового капитала Елена Лебедева. Спасибо, что к нам пришли. Спасибо вам.